Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы поговорим сейчас о 14 главе Евангелия от Марка в рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру. 14 глава наполнена событиями, которые происходят в Иерусалиме в последние дни, собственно, это среда, четверг и пятница Страстной Седмицы. Эти события следуют одно за другим, и Марк в свойственном ему стиле почти упоминаниями, почти назывными предложениями говорит об этом. И здесь, конечно, важны не столько даже слова, которые пишутся, сколько события, о которых идет речь. Глава начинается с того, что за несколько дней до Пасхи религиозная верхушка в Иерусалиме, первосвященники, книжники пришли к выводу, что необходимо для них, для их интересов, ну или, по крайней мере, со страху так решили, необходимо избавиться от Иисуса и его убить. Но это было, по-видимому, достаточно трудно сделать, потому что днем Господь был в Иерусалиме в храме в окружении значительного количества людей, которые считали его, по меньшей мере, пророком. И с большим вниманием и интересом смотрели на него и слушали, что он говорит, а мы знаем из других Евангелий, что говорил он здесь многое о лицемерии, и религиозных вождей народа Божьего, и самих людей. И вот в этой толпе трудно было бы или опасно, они же бунта опасались, понимаете? Они опасались, что кто-то начнет пытаться отбить его у арестовывающих, ввяжутся оккупационные римские власти в эту историю, и потом греха не оберешься. Значит, приходили они к выводу, явно и открыто его арестовать опасно. А по ночам он скрывался за пределами Иерусалима, и, по-видимому, они не знали, где. Насколько мы можем судить вообще по евангельским рассказам, ведь вокруг Господа Иисуса, кроме явных его учеников, всем более или менее известных, были еще люди, которые тайно или полутайно помогали ему и давали ему возможность где-то укрыться ночью за стенами Иерусалима или, наоборот, внутри города, как мы увидим это как раз вот в 14 главе. Евангелист Марк также помещает здесь рассказ о некотором событии для самих участников его, по-видимому, загадочном. Да и надо сказать, что для христиан второго и следующего поколения тоже не слишком ясным. Я думаю, что всерьез осознать и понять, что тогда происходило на этой вечере в Вифании могли только христиане первого поколения, когда во время трапезы некая женщина возливает мира на Господа Иисуса. Это, с одной стороны, благовонный такой состав, во-первых. Во-вторых, он очень дорогой, потому что привозится далеко из востока. А в-третьих, мира входит в состав тех благовоний, которые применяются при погребении. Знаете, в нашем сегодняшнем обиходе трудно представить себе, ну, как если бы некоего еще живого человека окутали бы саваном, надели бы на него погребальные пелены, ну, в тех культурах, где существуют специальные погребальные пелены. Вот примерно так это выглядело в глазах окружающих, и, конечно, не могло их не шокировать. Но евангелист пишет о том, что находятся среди этих людей, ну, кто-то, по крайней мере, один человек мы знаем, да, Иуда Искариот, находятся те, кто говорят, что ну вот зачем тратить такое количество дорогого мира на то, чтобы возлить его на голову Господа Иисуса. Сам Господь говорит, она сделала это для того, чтобы приготовить меня к погребению. Читателю непросто понять, что двигало этой женщиной, почему она поступила вот именно так, и ее отношение к Иисусу выразилось вот в таком поступке. И евангелисты, ни Марк, ни другие, кто рассказывают об этом событии, не объясняют нам этого, потому что, по-видимому, важно для них самих было то, как Иисус на это реагирует, а не то, что двигало этой женщиной. Наверное, она любила Иисуса и попыталась таким образом выразить свое почтение. Ну, какие-то слова можно здесь придумать. Но важно, повторяю, что Иисус говорит это правильно, потому что все эти дни, о которых Марк 14-й главе рассказывает, это путь к погребению. Она пришла приготовить меня к погребению. И для Господа важно было, чтобы ученики услышали это, потому что ведь очень трудно поверить им в реальность предстоящей, грядущей со дня на день гибели Господа Иисуса. Они все еще надеются, что это какое-то иносказание, то, что он говорил о своей смерти на кресте. И евангелист пишет о том, что после этого и, видимо, в логической связи с этим Иуда Искариот идет к первосвященникам и говорит, я дам вам такую возможность, я вам покажу, где он прячется ночью, чтобы его можно было арестовать без большого стечения людей. И тоже, знаете, существует огромное количество попыток понять, что им двигало Иуда Искариотом. Но евангелисты и эту тему тоже не обсуждают. В конце концов, ну так ли велика разница, что двигает предателем? От этого предательства не перестает быть предательством. И тем не менее, как, кстати, евангелист Иоанн, например, Марк, в общем, рассказывает об этом так, что можно понять, что с точки зрения самого Марка причина все-таки была, скорее всего, в деньгах. Поэтому, знаете ли, более возвышенные и сложные объяснения, придуманные в позднейшие времена, может быть, и впрямь выдумки. Теперь, накануне Пасхи, в четверг, когда, вообще говоря, уже часть людей начали праздновать, так что Иерусалим ведь небольшой город, паломникам нужно праздновать Пасху в пределах стены Иерусалима, а подходящих для этого помещений гораздо меньше, чем групп паломников. И в те времена совершалось то, что называли Галилейской Пасхой, когда группы или общины паломников из Галилеи на одну ночь арендовали комнату в Иерусалиме и совершали эту Пасху накануне, а не в самый день праздника, а иногда даже еще и за два дня, просто из-за нехватки помещений. И вот Петр спрашивает Господа Иисуса, «Где нам приготовить тебе Пасху?» Потому что у них нет постоянного помещения в Иерусалиме, где они могли бы это сделать. Дальше такой очень характерный и тоже не вполне понятный для нас момент. Господь Иисус говорит ему, «Пойди в город, вот ты увидишь некоего человека, несущего кувшин воды». Строго говоря, ведь это было женским занятием носить кувшины с водой. Поэтому мужчина, носящий кувшин с водой, скорее всего, должен был принадлежать к членам общины Есеев, такой в Кумранской пустыне жившей общины мессианского толка, имевший свое представительство, своего рода подворье в Иерусалиме, в других городах Израиля. Они занимались благотворительностью, подбирали сирот, как, например, Иоанна Крестителя, оставшегося в младенчестве сиротой. И, по-видимому, скорее всего, как принято современно толковать или считать, именно к этой группе принадлежал тот человек, который нес кувшин воды, и у него была приготовлена комната. Такая полуконспиративная история, похожая на то, как ученики отвязывают осленка, тоже соответствующий пароль, сказав хозяину этого осленка. И вот они приходят в город, в приготовленную комнату, а надо заметить, что приготовление комнаты к Пасхе это была довольно масштабная задача, много что нужно было сделать для того, чтобы комната соответствовала обычаям и закону. И вечером в четверг Господь со своими учениками совершает здесь пасхальную трапезу. С одной стороны, это само по себе представимое и понятное событие, потому что в центре его благодарственная молитва Богу за самого Бога, за призвание народа Божьего, спасение и завет, и обетование, которое Бог дает о будущем своем царстве. Благодарность, которая собирает в себе все перечисленные аспекты. Кроме этого, конечно, пасхальная трапеза предполагает, что собравшиеся все вместе съедают пасхального агнца. Еще важно иметь в виду, что, по крайней мере, в те времена в иудейской практике существовало обычай откладывать несколько обособленно часть хлеба. Это был пресный хлеб, бездрожжевой. Да, часть хлеба, которая откладывалась как знак присутствия будущего Мессии, проживая столетия в ожидании, когда придет Христос, иудеи взяли такой обычай откладывать часть хлеба для будущего Мессии. Как бы, если он придет в эту ночь, это часть, которая принадлежит ему. И, по-видимому, именно этот хлеб берет Господь Иисус в руки, преломляет, дает ученикам и говорит, это мое тело, это теперь не знак надежды на приход Мессии, а знак того, что этот приход совершился, что спаситель мира реально вошел в жизни этих учеников. И дальше он берет чашу благодарения, благословляет ее и, давая ученикам, говорит, это моя кровь нового завета, нового, того, который будет уже последним заветом, в котором Бог дает всю полноту жизни, в котором исполняются все обетования Божьи. И Господь добавляет, по крайней мере, вот по свидетельству евангелиста Марка, теперь я уже не буду пить с вами от плода виноградного, пока это Царство Бога не наступит. После этого ученики вместе с Иисусом уходят из города и потому, видимо, что оставаться в нем было опасно и, возможно, потому, что помещение требовалось для следующей группы паломников приготовить. Так или иначе, эта община во главе со своим учителем уходит на гору Елеонскую в Гефсиманский сад и по дороге Господь говорит им о том, что вот наступает время, когда исполнится пророчество «Поражу пастырь и рассеются овцы». «Вы все», говорит Господь, «соблазнитесь, а мне в эту ночь». На что Петр несколько, может быть, самонадеянно говорит, что «ну, если и все соблазнятся, то уж я точно нет, даже если бы мне надлежало умереть, с тобой не отрекусь от тебя». И здесь важно с одной стороны увидеть, как иногда такие наши человеческие клятвы и заверения оказываются немощными, но в то же время увидеть и отношения учеников к Иисусу. Петр говорит, даже не осознавая, что он слишком слаб, чтобы это исполнить, но все равно в его сердце, его в голове рождаются вот эти слова, даже если мне надо будет пойти на смерть, я от тебя не отрекусь. Разговор здесь не столько о слабости человеческой Петра, потому что по сравнению с ним мы все слабее может быть в тысячи раз, но именно об этой любви и желании быть верными. И вот в Гефсиманском саду Господь отходит от учеников на некоторое расстояние, берет с собой ближайших учеников и молится. В этот трагический момент евангелисты передают нам в первую очередь, и евангелист Марк тоже, в первую очередь передают нам слова Христа, что он говорит Отцу Небесному, как он молится. И вот Господь говорит «Авва, отче, если это возможно, доминует меня чаша сия». И, наверное, это понятно, потому что то, что предстоит Господу Иисусу, а он так или каким-то для нас, наверное, непостижимым образом знает об этом, да, это страшно, и никто себе такого не пожелает. но, насколько можно судить для всех христиан первых поколений и для евангелистов тоже, центральное в этом эпизоде, в этом рассказе это слова Христа, «но не как я хочу, но как ты, но ничего, я хочу, а чего хочешь ты». Понимаете, потому что Иисус часто учит нас, всех учеников в первую очередь, своих двенадцать молясь говорить Богу, да будет воля твоя, и на земле как на небе, как он учит нас этому в молитве Отче наш. И вот здесь он исполняет то, чему он учит нас самих, то, что для нас часто бывает очень трудно, для него реально осуществимо, он действительно на грани смерти, зная, что собственно цена вопроса, как мы теперь говорим, его жизнь, тем не менее, говорит, но не как я хочу, а как ты, Отцу Небесному. Я думаю, что было бы крайне неблагоговейным пытаться как-то проникнуть в эмоциональную составляющую происходящего. Гораздо важнее увидеть, что Иисус, наш учитель, до самого конца в полноте остается верным тому, чему он нас сам учит. И, наконец, в конце, вернее, во второй половине 14-й главы, евангелист Марк рассказывает об аресте, который происходит в полумраке, освещаемом факелами стражи, когда Иуда подходит к Иисусу, приветствует Его, и эта стража арестовывает Господа. При этом Господь говорит им о том, что есть некоторое глубокое лицемерие в происходящем. Говорит о том, что я с вами был в храме каждый день, и вы меня не арестовывали, а вот теперь как на разбойника вы пришли на меня с оружием. Еще замечу, что в 51-м стихе, говоря об аресте Иисуса, евангелист Марк, единственный среди других евангелистов, пишет о том, что некий юноша, который был завернут в какую-то ткань, в покрывало, следовал за Христом и за воинами, схватившими Иисуса, и этого парня тоже воины схватили, но он вывернулся, оставив покрывало у них в руках и убежал. Весьма вероятно, что юноша, который упомянут здесь в 51-й главе, действительно был евангелист Марк, как это принято считать в традиции толкования. Дальше, как и страстные рассказы у Матфея и Луки, так и у Марка это повествование переносится во двор первосвященника, и вообще говоря, сопоставляя эти рассказы, можно прийти к заключению, что путь от Гефсиманского сада к Ханану, первосвященнику, бывшему, потом к Аяфе и дальше в Синедрион был, и дальше к Пилату, был достаточно извилистым, как правило, на этом пути каждый из евангелистов акцентирует несколько разные вещи, но все они так или иначе свидетельствуют о том, что некоторые из учеников, в том числе и Петр, смогли попасть во двор первосвященника для того, чтобы быть свидетелями происходящего, чтобы увидеть, что будет дальше. И мы читаем здесь рассказ о таком очень приблизительном, скажем, прямо дознании, потому что с одной стороны ведь мы знаем, что за Господом Иисусом ходили саглядаты, искавшие свидетелей для процесса по обвинению в его в колдовстве, например, об этом рассказывает Талмуд в документах, посвященных истории Синедриона. Но там, по-видимому, свидетели так и не были найдены, и в последний момент, в эту ночь, когда арестовали Христа, когда он уже вот здесь, снова пытаются найти свидетелей, и в общем ничего мало-мальски серьезного не находится, даже слова его о том, вернее, не слова, это, конечно, перевирание его слов о том, что я разрушу храм сей рукотворенный и построю нерукотворенный. И это тоже, в конце концов, мало ли, что он, этот человек, говорит, он же не реализовал эту, так сказать, угрозу, поэтому осудить его за это не получается. и тогда первосвященник делает последнее, так сказать, что у него еще остается, он спрашивает Иисуса самого, ты или Христос Сын Благословенного, спрашивает его напрямую. И, с одной стороны, важно, что говорит Господь на это для нас. Но первосвященник явно не интересуется ответом, ему нужен лишь повод для того, чтобы вынести обвинительный приговор. Это тоже важно увидеть в рассказе о, в кавычках, назовем это, суде над Иисусом. Приговор на самом деле заранее известен. Проблема состоит не в том, чтобы решить, что делать с Иисусом, а в том, чтобы найти для этого благовидный предлог. И вот, когда Иисус говорит о том, что да, это я, и вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, почти теми же словами, какими он говорил ученикам на горе Елеонской, о том, что вы в момент, когда судьбы мира будут решаться, увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силу. Почти теми же словами он отвечает первосвященнику, мы не знаем, вошло ли в страстной рассказ все целиком, его высказывание, или это передача самого главного сути, и, может быть, слова Христа здесь были более пространными. так или иначе, суть заключается в том, что Господь не отрекается, говорит, да, это я, и больше ничего судящим его не нужно. Им достаточно этого для того, чтобы Иисуса осудить. Причем удивительно, что в конечном итоге приговор-то, судя все по тому же свидетельству Талмуда, да и по другим дополнительным источником, был не столько за то, что он объявил себя сыном благословенного, сколько за то, что он соблазнял Израиль колдовством и увлек его на восстание. А придя в дом Пилата, эти люди и совсем другой вообще выдвигают предлог для ареста и казни, обвиняя Иисуса в Трум. Мы увидим это в 15 главе. И, наконец, самый последний эпизод 14 главы показывает нам Петра, который, видимо, не очень понимает, что происходит, и когда к нему его пытаются уличить, так сказать, в том, что и ты был с Иисусом Назарянином, он говорит, нет, нет, я здесь ни при чем. Один и второй и третий раз. И когда после третьего раза поет петух, Петр вспомнил то, что говорил Господь Иисус, и заплакал. Я не думаю, что это важно для нас как рассказ о событии из биографии апостола Петра, который его тем или иным образом характеризует, но важно для нас увидеть, как рядом с Иисусом находятся люди разные очень. Одни как первосвященник настолько поглощены своим лукавством, что им даже не важно, что Иисус ответит, лишь бы осудить. Другие, как Петр, как-то иначе поступают, но все они и все мы здесь в этой трагедии оказываемся в какой-то своей человеческой плоскости, а то, что происходит с Иисусом, вообще перпендикулярно, это какое-то другое измерение, потому что он все время и в Гефсиманском саду, и на суде у первосвященника он все время стоит прямо перед Богом, в отличие от людей, которые в ту или другую сторону ломаются и падают. Иисусом, инициативу 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 инициативу